В Красноярском крае возрождают нормы ГТО. По мнению краевых властей, это позволит привлечь к массовому спорту как можно больше людей. Продолжит Дмитрий Бызов. Сегодня большинство красноярцев предпочитают вести сидячий образ жизни в поддержку возвращения физкультурных идей советского времени, высказался президент России Владимир Путин. Проект уже разработан и теперь обсуждается с общественностью. Накануне в администрации президента прошло совещание рабочей группы, которая вырабатывает предложения по развитию массового спорта. По решению главы государства возглавил эту работу губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Это приблизительно то, что был на советское время комплекс ГТО. Но он должен учитывать и современные физические, физиологические изменения, новые вызовы и потребности, а также возможности, которые 21 век дает людям. Ближайшая задача до 2015 года добиться того, чтобы доля спортсменов-любителей как минимум достигала советского уровня. А к 2020 году характерных для европейских стран 40%. Программа ГТО, а расшифровывается аббревиатура как «Готов к труду и обороне» существовала в СССР с 30-х по 90-е годы 20-го века. И была по-настоящему всесоюзной. В 80-е нормативы ГТО ежегодно сдавали до 40 миллионов человек. Валерий Давыдов в физкультуре уже 50 лет, а начинал как раз со сдачи норм ГТО. Но настоящий большой спорт начался для бывшего военного только с выходом на пенсию. Неделю назад он вернулся из итальянского Турина с чемпионата мира по легкой атлетике среди ветеранов. Оттуда спортсмен привез две золотых и одну серебряную медаль. Я считаю, что это самое лучшее, что есть предложение физической культуры и спорта для того, чтобы поднять активность нашего народа, наших физкультурников, спортсменов. Потому что основа всех видов спорта является ГТО. В ближайшее время проект ГТО планируется запустить в качестве пилотного в нескольких регионах России, в том числе и в Красноярском крае. Дмитрий Бузов, Александр Шастин, Вести, Красноярск.